Как быть более привлекательными, не говоря ни слова? Это тема сегодняшнего видео. 10 советов, которые подкреплены наукой. Вы готовы? Тогда вперед! Первое. Не бойтесь прихорошиться прямо перед ней. Итак, ты видишь, как она приближается, она видит тебя и рядом с тобой зеркало. Не бойся посмотреть в зеркало, проверить, как выглядит прическа, воротник и что-то поправить на себе. Кто-то может подумать, что это суета, это не так. И женщина не воспринимает это так. На самом деле, она это воспринимает как то, что этот парень заботится о том, как он выглядит. Как и другие пункты в сегодняшнем видео, все дело в том, как вы это делаете. И не бойтесь, что вас поймают за этим делом. Вот чего не стоит делать, так это смотреть в зеркало все время, пока она идет к вам. Девушка может подумать, что вы просто нарцисс, который влюблен в себя. Далее идет облизывание губ. На самом деле, когда мы трогаем или облизываем губы, то мы привлекаем к ним внимание. И это является привлекательным как для мужчин, так и для женщин. Главное не перестараться с этим. Если вы только делаете, что трогаете и облизываете губы, то это выглядит подозрительно. Девушка может задаться вопросом, что это с ним. Так что просто ведите себя естественно. Далее повернитесь к ней лицом. Вот так вот, это нормально. Но вот так еще лучше. Когда все ваше тело смотрит в ее сторону, даже если она в другом конце комнаты. Вот в чем суть. Ваша задница может быть круче, чем у Капитана Америки. Но в один момент она устанет смотреть на вас сзади. Ей интересно посмотреть на вас спереди. И лучше, чтобы она видела ваше лицо. Так вы показываете, в каком направлении у вас интерес. Говоря о том, чтобы смотреть на нее, скажу пару слов о вашем лице. Заботитесь ли вы о нем? Если не заботиться о своем лице, то это отпугнет любую женщину. Далее, когда вы гуляете, не бойтесь расправить плечи. Согласно исследованиям Техасского университета в 2007 году, мужчины, которые двигают и раскачивают плечами при ходьбе, являлись на 50% более привлекательными. Это довольно приличный процент повышение привлекательности при такой простоте. Особенно, когда мужчина знает, что женщина смотрит на него. На самом деле, таким образом мы просто показываем, что мы большие и сильные. Для того, чтобы ваши плечи выглядели больше, используйте куртку или пиджак. Главная цель, чтобы он создавал четкий угол вот тут на плече. Когда вы подчеркиваете плечо, вы выглядите выше, стройнее и более привлекательными. Далее, создавайте прочный контакт взглядом. Тут я ссылаюсь на исследования Массачусетского университета 2002 года. И мне оно действительно нравится. В нем они рассказывают о том, как дети в раннем возрасте, когда общаются со взрослыми, создают прочный контакт глазами. И знаете что? Мы никогда этого не теряли. На самом деле, мы следуем своему взгляду. Это базовая вещь. Мужчины и женщины, смотря в глаза, передают очень много информации. Я знаю, что для многих из вас на самом деле сложно смотреть в глаза. Но это приходит с опытом и на самом деле может стать очень сильным навыком для вас, чтобы быть более привлекательным. Далее, держите позицию. Когда к вам подходит женщина, ни в коем случае не сдавайте своих позиций. Если вы начинаете вилять или пятиться назад, то поймите, это универсальный знак отторжения. Конечно, везде по-разному. Поэтому, если вы оказались в другой стране и при разговоре с женщиной она приблизилась к вам очень близко, стоит учитывать, что может в этой стране это вполне естественное поведение. Вам надо знать, что если вы заинтересованы в женщине, то держите свою позицию и позволяйте ей приближаться. Итак, следующий совет, чтобы быть более привлекательным без слов, это занимать больше пространства. Просто выпрямитесь и расправьте грудь. Почему это делает вас более привлекательным? Потому что вы выглядите более сильным и доминирующим. То же самое мы видим у приматов. Альфа-самец у гориллы, он всегда с прогнутой спиной. Так что, когда вы в баре или в другом месте, где вы просто расслабляетесь, не бойтесь открыться и занять немного больше места. Говоря о барах и местах отдыха, позаботьтесь о том, чтобы с вами была компания. Желательно привлекательной девушке или кто-то из ваших друзей. Вот чего не стоит допускать, так это быть одиноким волком. Тем парнем, который сам по себе. Это подтверждено исследованиями 2015 года университетом Виттман. Они показали то, что люди воспринимают нас лучше, когда возле нас есть кто-то, кто нам доверяет и полагается на нас. Лучше всего, когда это привлекательная девушка. Ну или вы в компании друзей. Это говорит о том, что вы не какой-то сумасшедший. Женщинам нравятся мужчины, которые признаны социумом и имеют статус. Верьте или нет, но 80% мужчин в Америке не пользуются духами регулярно. Что на самом деле забавно, так как большинство парней понимает, что пахнуть это плохо, и они пользуются дезодорантами. Но они не пользуются преимуществом их хороших духов. А что еще лучше, это иметь аромат, с которым вас ассоциируют. Женщины на 40% более восприимчивы к запахам. Поэтому этим следует пользоваться. Потому что, когда вы используете духи и источаете хороший аромат, то вы чувствуете себя увереннее и привлекательнее. Важное замечание, не переусердствуйте с духами. Если вам необходим урок, как использовать духи, тогда рекомендую это видео. Далее, думаю, вы догадывались, что к этому идет. Одевайтесь стильно и выделяйтесь на фоне других. Как бы, если вы будете выглядеть как все, то как она заметит разницу между вами и другими? Придумайте себе свою униформу, свой стиль. Что-то, что будет говорить за вас. О том, кто вы такой и чего вы хотите по жизни. Знаете, что большинство парней попадает под тенденции моды. Футболки, джинсы, беговые кроссовки и кепки. Так что вперед, будьте теми двумя процентами мужчин, которые не боятся быть самым стильным парнем на районе. Показать, что у вас есть своя манера одеваться. И вы достаточно уверены в себе, чтобы быть собой. Так что вперед, получайте удовольствие. Есть сотни опций, будь то часы, ботинки или пиджак. Субтитры сделал DimaTorzok